Всегда стоит хорошее выступление. Вначале были ошибочки допущены, но мы как бы не унывали, рук не опускали, двигались вперед и пришли туда, где сегодня стоим. На самом деле маршруты, когда с перепрыжкой, прежде всего преодолеть основной маршрут, а потом в перепрыжке уже постараться делать те повороты, пройти чуть рациональную дистанцию и уже результат будет говорить сам за себя. Команда подбиралась, потому что мы производим кое-какие ротации, меняемся. Бархатовой Анастасии в этот раз нет, Светланы не хватает, потом Дианы Корниеловой еще нет, поэтому у нас и дети, и любители, и средний и большой круг есть кем заменить. Поэтому как выбиралось, планировали, разговаривали, и, соответственно, то, что спланировали, та команда и приехала. На Кубке России что-то получилось, что-то нет, поэтому вторая неделя была, конечно, удачнее, потому что это была возможность исправить ошибки первой недели. И, конечно же, это было тяжело физически, а морально это было тяжело, потому что надо поддержать свою команду. То есть не только исправить ошибки свои в предыдущей неделе, но и еще улучшить результат команды и поддержать команду хорошим результатом. Ну, как, конечно, мы готовились, мы думали, как ехать, насчет следить. Можно сказать, что да, следили по экранам, но вживую нет, не смотрели. Довольны ли вы своим выступлением сегодня? Не особо, конечно, можно было бы и лучше. На самом деле Ульяна просто переживала так за команду, хотела хороший результат, и на табло, наверное, не посмотрела, потому что не было нулей, и она все сомневалась по ходу перепрыжки, срезать ее или не срезать, ну и, к сожалению, допустила такую ошибочку. Ну, ничего страшного, это спорт. Я очень рада, что у нас сегодня получилось победить. Сегодня у меня не все получилось, как задумывалось, потому что мы хотели пройти основной маршрут чистый, попасть в перепрыжку, но на последнем барьере нам не повезло. Ну да, мы поддерживаем друг друга. На следующем этапе стараемся исправить. Мы не можем. Продолжение следует...